Как ваши дела? Как ваше настроение? Волшебно. А меня Олег Бесит еще не начал. Прекрасно. Я только начал. Друзья, я Ида Галич, а это Александр и Олег Шепс. И к ним есть вопросики. Битва сильнейших бьет все рейтинги. Вы кумиры. И у людей к вам, правда, есть очень много вопросов. Это ваше первое совместное интервью? Да. Спасибо, что пришли ко мне. Мы очень рады. Спасибо, что пригласила. Мы спросили у наших зрителей, знают ли они, кто такие Александр и Олег Шепс. Давайте посмотрим, что они ответили. О, боже. Кто такие Александр и Олег Шепс? Братья-акробаты. Певец. То есть они поют? Да, наверное. Да, знаю. Фанатка. Нет. А кто больше всего нравится? Который был изначально. Там вот есть два. Один как бы пришел пораньше, другой попозже. К матери. В смысле родился. А как они выглядят? К бастар. Оба темненькие, высокие, худенькие. Красивые? Да. Кто вам больше импонирует? Мне. Который помладше. Наверное, Александр. Да? Я не помню, как выглядит Олег. Люди, кстати, вас знают очень хорошо. Но это неудивительно, потому что у вас огромная фан-база. Предлагаю не откладывать долгий ящик и сразу отвечать на первый вопрос. Раньше только у королей были свои маги. А сейчас же у каждой второй девочки есть свой личный таролог-астролог. А с чем связана такая популярность мистики в наше время? Есть тренд, скажите, на мистицизм? Есть. Да не просто есть. Мне кажется, она всегда была. Причем она так периодически то падает, то поднимается. А с чем это связано? Ну, история, в принципе, секретична. С интересом людей. С интересом людей. Люди всегда тянутся к чему-то, чего не могут объяснить просто так. И это всегда вызывает интерес. Вам не кажется, я вот читала одну статью интересную, что почему, допустим, в Швеции не так сильно популярны гадания, тару или что-то подобное? Потому что есть какая-то большая уверенность в завтрашнем дне. То есть люди, которые пережили дефолт, кризисы. Молодцы. Конечно, молодцы. И вот как будто бы нуждаются в какой-то помощи свыше. Есть такое ощущение? То, что они нуждаются свыше, да мне кажется, они там контакт хороший наладили. Как наладить контакт? А он всегда с нами есть. Мы рождаемся с этим. Самое интересное, что человек всегда рождается уже со способностями. Все в процессе происходит. Я вот, например, никогда не берусь смотреть детей до 7 лет. Это все под десницей высших сил. До 7 лет детей не смотрят. Вообще не смотрят. Они и так находятся под защитой высших сил. Все, что с ними происходит, это уже закон Вселенной. Вот это должно было быть. Все остальное перешагнул этот порог. Ты уже делаешь сознательный выбор. Принимаешь ты это в себе или нет? Отпускаешь ты это или развиваешь? И понеслась. Можно, кстати, наблюдать с детьми как раз до 7 лет. К чему у них тяга. И это может быть отражением их прошлой жизни. Отвечая на вопрос, почему такая популярность у проекта сейчас? Дело даже не в том, что популярность именно сейчас. А то, что люди наконец-таки, может быть, увидели нечто большее. Это же все происходит в разные моменты. Еще раз говорю, через, не знаю, лет 10 это будет в популярности, а потом у людей интерес поменяется на что-то иное. Все волнами всегда. Да, но если мы говорим про проект конкретно, то все ждали, когда сойдутся уже победители. И это произошло. Конечно, там такая битва. А ты за кого больше болеешь? Из вас? Да. А я как теперь? У меня как правая и левая рука. Отвечай честно, если соврешь, узнаем. Помогите! Представляешь, если она вообще не за нас болеет? Да бог с вами, давайте двигаться дальше. Я всей душой, всеми фильмами... Ну не сказала. Ну не сказала. Ну я политик, дипломатия. Все. Посмотрим еще один вопрос, который касается проекта. Олег и Александр, а зачем вам на телевизор? Вам это экстрасенсам. Да, то есть есть какая-то миссия определенно помогать людям. Вы сами об этом часто говорите. Показать нечто большее. В какой-то момент, может быть, это звучит пафосно как-то, вот знаете, там, с таким... с гордостью определенной и так далее, но ложной. Но это не так. В какой-то определенный момент, когда ты смотришь и понимаешь, что это в твоих регалиях, да, ты можешь это сделать, и этого не делаешь, ты начинаешь разрушаться постепенно. И через экран можно пронести мысль, очень важную донести до людей, о том, что магия, она вокруг нас, она внутри вас самих. Если прям совсем глубоко, да, то это мы оружие в руках Бога. Какое оружие выберет себе Бог, это очень, ну, как бы разные вещи. Топором можно деревья нарубить, да, там дров, печку затопить, а можно человека убить. То есть вы некие инструменты. Получается так. Правда, что у каждого человека есть способности? Понятно, что они у вас сильно развиты, и вы. У каждого абсолютно. У меня вопрос. Я недавно была на футболе и сделала пять ставок. Я ничего не понимаю в футболе, но у меня все пять сыграли. Это какой-то талант или это просто какая-то фортуна? Ну, интуиция 100% сработала. Годя, а ты сама как вот считаешь? Ты сама в себя веришь? Мне кажется, что у меня хорошо развита интуиция. Ты долго думала, когда ставила? Нет, вообще. Вот, первая мысль, она всегда верная, которая вот мелькает, как молния у тебя в голове. Когда ты уже начинаешь думать, подключать логику, и появляются сомнения, и, скорее всего, ты ошибешься. Но когда сомнений нет, и ты вот прям сходу. То есть это и есть интуиция, это ощущение, это и есть интуиция, то есть когда ты чувствуешь? Ну, для него да. Как ее распознать, что прямо сейчас я интуитивно правильно совершаю свое действие? Ты не сомневаешься в себе, ты веришь в это. Даже если на какое-то мгновение ты допускаешь какое-то сомнение, ты должен его искоренить в тот момент, когда ты это предъявишь. Когда ты что-то делаешь, ну, грубо говоря, да, идешь по воде и иди, ну, иди, попробуй. Пройдешь? Так интересно. Я теперь буду более внимательна к себе. Потому что часто вот бывает, что ты чувствуешь, что что-то не так или что-то не то. Это какая-то внутренняя интуиция или это все-таки... Это может быть совокупность всего. И твоя внутренняя интуиция, и то, что тебя берегут. Как интересно. На самом деле я так обожаю все это, клянусь. Хочу поговорить с вами о поддержке. У меня есть близкий круг друзей, и мы часто обсуждаем ситуации, которые с нами происходят. И стараемся поддерживать друг друга в сложных моментах, не осуждая и не давая оценок. Это действительно очень важно. Но бывают ситуации, которые сложно обсуждать даже с близкими людьми. Или просто есть необходимость получить помощь извне, от профессионалов. В таком случае на помощь приходит психотерапия. В отличие от друга, психолог не распространяет свой опыт на мои ситуации. Помогает найти глубоко закрытые причины сложных чувств, прокрастинации и тревоги. Но где найти подходящего специалиста и как не ошибиться с выбором? Ясно, это самый крупный в России сервис подбора и видеоконсультации с психологами. Сначала заполняешь анкету, где указываешь темы, которые хочешь обсудить. Желаемое время и стоимость. Дальше алгоритмы предлагают на выбор 12 кандидатов. Читаешь описание, смотришь видео-визитки и выбираешь того, кто тебе по душе. Если сложно определиться, можно продублировать свой запрос в службу поддержки. Там же с тобой будет работать не алгоритм, а человек с психологическим образованием. Я ценю такой индивидуальный подход. У Я значательный отбор психологов. Сюда не может попасть психолог без опыта или с образованием в виде трехмесячных курсов. У всех кандидатов проверяют профильные дипломы, стаж, рекомендации от опытных коллег. Одним словом, если вам сейчас необходима поддержка, вы можете не сомневаться, что найдете нужного человека. А я, в свою очередь, даю вам скидку 20% по промокоду ГАЛИЧ на первую сессию при регистрации. Помните, вы самое дорогое, что у вас есть. Не забывайте заботиться о себе. Запишитесь на сессию. У нас вопрос, связанный с популярностью. Там, где популярность, там всегда ходит. Пожалуйста. В интернете есть много разоблачений экстрасенсов. Как вы к этому относитесь? Классно. Можно я сразу скажу по поводу разоблачений? Про тех людей, кто делает эти разоблачения. Они преподносят это так, что вот они такие хорошие, открывают якобы, открывают людям глаза, основываясь на каких-то там своих тех же самых предубеждениях или там вот расследования какие-то проводят. Но делается это, вот мотивация в чем? Не для того, чтобы открыть глаза людям, якобы открыть, а для того, чтобы показать, вот какой я крутой, смотрите, я сейчас разоблачу там экстрасенсов. И, ну, как к этому относиться? Забавно смотреть на их попытки. Вы не злитесь? Нет. Нет, на это уже не злишься. Еще раз говорю, за этим наблюдаешь, как за само собой разумеющиеся. Этого ожидаешь в любом случае. Вот как ты сейчас сказала, да? Ну, будьте готовы к хейту. Ну, и мы готовы к хейту. Но человек, который попал к нам на битву, я тоже не устану это повторять везде и всюду. И своими глазами... Слушай, я не могу... Что? Очень эротично. Наряд выбрала хороший. Как ты его назвала? Черная дыра? Я спать его? И я. А относительно... Я не могу. Все равно ничего. Что-то у вас как-то прям вообще душно. Душно, душно. Дело в том, что приходили на разоблачение вот в эти видео бывшие экстрасенсы, которые участвовали в этом шоу. И сами же рассказывали, что подсказывали, говорили. Как вы к такому относитесь? Как это можно объяснить? Вот ты, как никто, знаешь, что такое монтаж. И что с помощью монтажа, как можно вставить слова, вырванные из контекста, в одно интервью, в другое интервью и так далее. И слепить все, что ты захочешь. Самое интересное, что потом, когда встречаешься с этими экстрасенсами и смотришь на них и спрашиваешь, ты действительно давал такое интервью? А он на тебя смотрит с ужасом и говорит, я никогда в жизни этого не говорил. Я даже не об этом говорил. У меня интервью брали не об этом. И вот это становится чудовищным. А потом, когда узнаешь, что это еще и заказное, то... А как вы думаете, кому могли не понравиться? Ну, либо еще ребята, которые, например, пытаются пройти кастинг и не проходят. Из-за своей обиды. Личные обиды. Да, личные обиды. И вот выражаются в том, что везде подстава. То есть вас это сильно, грубо говоря, никак не тревожит? Есть ли обиды? Нет, конечно. Человек, который побывал у нас на съемках, который увидел реально это воочию, он уже никогда ни с чем это не спутает. Вот попробуйте приехать в ту деревню, в которой мы были сейчас. Последняя серия, на которой закончился сезон. Ну, спросите их там кого-нибудь после куриного дождя. Чудо это или нет? Куриного дождя. Ну, дождь. Грамм, Белград. Я знаю. Куриный дождь. Куриный дождь. Куриный дождь. Аллилуйя. Куриный дождь. Это единственный дождь, который я получаю. Тебе надо хотя бы приехать к нам, посмотреть на это воочию. А есть же артисты, которые снимаются часто в маске. Мистер Икс. Мистер Икс, да. И часто много попаданий. Вот была Ольга Игоревна Бузова, про нее тоже говорили. Она как раз у меня была. Увидели много чего, что потом исполнилось, в ее жизни случилось. И другие же артисты это тоже видят. И в связи с этим у нас есть вопрос важный. Олег и Саша, к вам обращался кто-нибудь в шоу-бизнесе за помощью? То есть не в рамках проекта. А как вы думаете? Мне кажется, что да. Ну расскажите, пожалуйста. С именами в любом случае не получится. Это, знаете, так же, как и у доктора. Врачебная тайна. Да, врачебная тайна. И об этом вообще ни в коем случае нельзя говорить. А уж с тем, чем обращаются вот эти товарищи, звезды шоу-бизнеса, вообще нельзя никогда в эфиры говорить. Ну давайте так. Это больше какие-то личные любовные драмы, либо финансовые потери, финансовое благополучие. В какую сторону наших звезд больше несет? Ты знаешь, мне кажется, их больше уносят, наверное, в сторону эзотерики. Вот так я тебе скажу. То есть общение со своими... Не то, что общение со своими, да, а... Раскрытие своего внутреннего магического потенциала. И вот это становится интересно, когда некоторые люди, о которых вы даже подумать не могли, что вообще они каким-то образом причастны к эзотерике, вдруг проявляют к этому интерес и более того не только интерес, но и успехи. И занимаются эзотерикой сами. Наши звездочки? То есть там условный Филипп Киркоров может колдовать на кухне, да? Он не раз говорил, по-моему, что у него отец вообще со способностями. На самом деле обращаются много звезд за помощью, но скорее всего даже именно не за помощью, а за вот этим самым развитие. Своим потенциалом, да, раскрытие потенциала. Говоря о потенциале, и вот тоже у меня есть такой вопрос, я много буду личного сегодня спрашивать. У меня есть такая особенность, я клянусь, я к этому никаких стилов даже не прилагаю, но в жизни все, кто меня обижают, получают условных люлей от, я не знаю, от колеса фортуны, от кармы, от жизни. Вселенной. Взаимно. Хорошо управлять реальностью. Подожди, Олег, прям секундочку, можно я тебя перебью? А ты почему мне так легко руку дала сейчас? Доверяю. Вы только познакомились. Мы только познакомились. Не будем рассказывать, как я провела в прошлой пятнице, так. Женщины, возьмите на заметку, не давайте так легко руку мужчинам. Ты понимаешь, что я тебя сейчас всю считал? Ну-ка. А что вы считали? Я не буду тебе это говорить, мы сейчас прервемся еще раз. Но я тебе могу сказать, что вот так вот, давая руку, ты фактически берешь и даешь карт-бланш на себя. Ты открываешься полностью. Любому человеку это помогло. Любой тактильный контакт, он открывает человека. Если на тебе нет никакого защитного амулета на данный момент, я не... А я верю в свою энергетику. Мне кажется, меня не так легко прошибить. Если бы так было легко, я буду. Это очень хорошо. Ну, если бы мы были обычные люди, наверное, да. Просто я знаете, что думаю, у меня все говорят, там, и родственники, и друзья, что вот, а вот это нельзя показывать, про это нельзя говорить. Я говорю, если я хотя бы на секундочку дам себе возможность поверить, что что-то такое, как сглазки, что-нибудь такое существует, мне, потому что я... Молодец, круто. Вот это моя философия на всем проекте, на своей битве, на битве сильнейших. Что вот, к слову о проклятиях, да, что любое проклятие, оно существует ровно до тех пор, пока человек в него верит. Человек вообще это магнит для разных форм энергии. Но плохое всегда притягивается быстрее к нему. Да. Потому что есть страх, есть сомнения, и когда человек испытывает страх или сомневается, он уязвим. Поэтому к нему это все быстрее. Поэтому я, наверное, так спокойно даю руку, потому что я знаю, что у меня ничего не будет. Не подкидывайся на это. Верь в себя. Не хочу. Нет, ну мы-то тебя любим. Хочешь, я секрет открою на твоей передаче, что вот как манипулировать мужчиной? Как? Друзья мои, и так это то, ради чего мы собрались. И наоборот, в том числе, да, мужчина точно так же может манипулировать женщиной. Если я дарю тебе в подарок какой-либо предмет материи, который можно завязать в узел или закрыть на замок, и ты возьмешь у меня его из рук в руки, на самом деле не важно какой рукой, но достаточно в идеале прям, чтобы было совсем с вишенкой на торте, чтобы ты мне еще левой рукой это сделала. Левой рукой. То есть что-то подарить ему еще не такое, что можно... Да, подарим ему шарф, подарим... Ну не веревку с мылом, конечно. Шарф. Галстук. Галстук, ремень, браслет. Блин, а я и дарила своему бывшему молодому человеку как раз браслеты. Они закрываются и завязываются. А как ты подарила? Ты сама надела? Сама надела. Сама надела? Сама закрыла? Да. Точно он ушел? Или ты ушла? Я ушла. Ну и все, что тогда ты вспоминаешь? Она спалилась. Когда такое происходит, человек неосознанно не может другому сказать «нет». И всегда испытывает перед ним чувство вины. Какой бы конфликт ни произошел, какая бы ссора ни произошла, он будет всегда испытывать какое-то чувство неловкости, что-то не так. А на самом деле этот человек просто вторгся в его биополе. Говоря о личных встречах, конечно же, людей интересует подобный вопрос. Александр и Олег, скажите, пожалуйста, сколько стоит личная встреча с вами? Хотя бы вилку, диапазон. У меня ощущение, что мы сейчас как в службе экскорт. Сколько стоит служить? Один видит, алло, здравствуйте, можно мне братьев на один вечерочек? Сок по денежке? Ну, пошатаемся. Полный люкс или как? Полный люкс. Полный? Я для себя спрашиваю. Тогда без тебя, Олег. Ну, давай, у нас другой будет люкс. Ну, сколько примерно? На самом деле мы очень редко берем деньги за прием, и это делаем не мы, это делает наш менеджер. Все зависит от проблемы человека. Иногда человек приходит, на него смотришь, и сердце разрывается, и ты не можешь ему не помочь. То есть вы работаете бесплатно? Да, это могут подтвердить очень много людей, которые также оставляют отзывы, и также приходят к нам в мастерскую, являются нашими фанатами, последователями. Как жестко звучит, последовательным, как всегда. Ну, поклонникам. Как происходит ценообразование? Ну, вот смотри, я тебе просто сходу скажу. Бывает такое, что человек приходит, положил, жестко сейчас прозвучит, но это происходит. Так вот положил три фотографии детей своих, которые умерли с интервалом в один год. И она сидит с пустым взглядом, на тебя смотрит, ты видишь, как у нее изрезаны руки, и ей надо помочь. Ты не можешь говорить ни о каких деньгах, ты даже не думаешь об этом. Или приходит какая-нибудь фифа, которая села и сказала, мне надо его приворожить. Хочу. Хочу. Дайте. Ну, вот. Ворожба. А, это реально вообще сделать так, чтобы человек в тебя влюбился? Реально, но в этом нет смысла. Потому что это будет не настоящая любовь, это суррогат искусственная. То есть смысл какой? Но он к тебе привяжется. Что лучше? Он к тебе привяжется, но это может перерасти в какую-то безумную манию, а не любовь. Когда за тобой будут сталкерить, ловить тебя у подъездов, когда тебе уже человек будет не нужен, он тебя будет душить этой своей мнимой любовью. Люди не понимают этого, когда обращаются с такими вопросами. Настоящий жесткий приворот, он выглядит как убийство. Потому что мы вырываем человека из его линии жизни, да, из его ветки судьбы и связываем с другим человеком. То есть это насилие происходит над природой. 5-6 лет максимум. После этого он уходит. Человек умрет в любом случае. Серьезно? Так что если девушки, юноши, если вы делаете привороты, настоящие привороты, просто знайте. Сделав настоящий приворот, вы уберете своего любимого через 5-6 лет. Вы бы взяли такую работу? Я не беру такую. Александр? Я с такой работой. То есть вы делаете привороты? Ну, объясняя людям, чем это происходит. Во-первых, сначала я говорю все, что произойдет с человеком. А после этого я смотрю на фотографии этого человека. И вот в этот момент здесь тоже есть, конечно, доля моей совести. Но тем не менее, я беру за это ответственность. Когда я смотрю, я в этот момент делаю выбор. И понимаю, что это за человек. Не кажется ли, что это такой некий смертный приговор, если ему остается 5-6 лет? Ну, звучит это так? Нет, это не смертный приговор. Я стараюсь убедить человека, показать ему, что произойдет дальше. Не просто рассказать, а показать. Неужели люди есть такие, которые настолько слепо хотят, чтобы их любили, что принимают все и говорят «да». Много таких людей. Что это? А почему? Зачем кому-то такая любовь? Это очень молодая душа. Я, кстати, в это верю. Так. Это очень молодая энергия, которая пришла в этот мир. Нельзя сказать, вот просто обвинять ее. Да тварь она, ты посмотри, вот она такие вещи делает. Она не понимает, что она делает. Она, причем от всего сердца, не понимает, какая бы она ни была. Я, кстати, с этим не согласна, потому что я иначе не могу объяснить себе поступки некоторых людей вообще. И когда я делала себе всевозможные расклады, натальные карты, что-то еще. У меня, кстати, тоже говорили, что у меня такая довольно старая душа, но не тело. И у меня, кстати, в жизни решился сразу один вопрос. Мне сказали фразу такую, она так звучит, что «перестань думать, что все все понимают». То, что ты знаешь и понимаешь, не факт, что все остальные вокруг тебя считывают так же. Ты, может быть, просто чуть постарше человека, собеседника и так далее. Проблема нашего мира в том, что каждый думает, что он не каждый. Что он особенный. А мы все не особенные. Почему же? Вот в этом и заключается. Вот, да, твоя сила, моя сила. Чувствуешь ты себя особен, значит, ты особенная. Кстати, вот Матвей, менеджер мой, да, и хороший друг, он очень хотел тебе привет передать. Да, Матвей, спасибо большое вам. Он прям, он прям, да, очень. Тебе бы зашел сто процентов. Мне 33 года, мальчики, мне заходят. Главное, чтобы все зубы были на месте. Ну вот, какая-то ровная походка такая. И работа желательно. Все при нем. Матвей, колми. Ну что? Кол тебе? Колми. Хотел кол тебе передать. У вас кол с собой есть? Конечно. А мне можно брать? Это не будет какая-нибудь там сейчас? Что я? Вот, видишь, какая ты грамотная теперь стала. Да. Ой, правда? Стой, 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 стой. Пусть на стол положат. Так. Чего ты меня лапишься? Ну смотрите, значит, здесь есть... Это для твоей студии волшебно. Осиновый. Здесь есть веревочка. То есть, получается, что я тебе повязана. Я же можно завязать в узел. Можно. Но ты же не из рук в руки взяла. Не из рук в руки. А-а-а. Олег, слава богу, ты выжал. Ну что? Ой, это прям подарок? Конечно. Это остается... Здесь... У меня... Для тебя вообще прям отдельный есть подарок. Да. Мы с Олегом там много подарков принесли. Подожди. Все в процессе. Господи, как я люблю эту программу. А мы двигаемся дальше. Внимание на экран. Александр и Олег, а вы предупредите о чем-то серьезном, если человек об этом вас не просит? Такая развилка, знаете, когда вы, допустим, есть у вас новая лучшая подружка. Зовут Яида Галич. И знаете, вы видите, что вписывается она. Мы уже доказывали и не раз, что мы это делаем в процессе, прям предупреждаем. У нас это неосознанно получается. Если мы будем находиться в трансе волей-неволей, мы скажем об этом. Либо скажет кто-то с той стороны. Вот даже скорее правильнее так, как он сказал. То есть если вы видите, что человек идет не туда, это никак не зависит от вас, вы так или иначе его предупредите? Конечно. Конечно. Если я вижу, что ты падаешь. А если вы знаете, что девушке или мужчине будет больно от этого? Ну что, допустим, она два года будет счастлива, но через два года ее ждет какая-то... Ну смотри, предупрежден, значит вооружен. Но есть еще такой момент, что будущее, оно всегда меняется. Невозможно увидеть будущее вот конкретное. Все, кто говорит, что это возможно, это бред. Это полная чушь. Потому что будущее, оно многовариантное. И вариантов этих миллиард. И все зависит от человека. Пойдешь ты направо, налево, прямо. То есть мы сами формируем, да? Есть кармические точки у каждого человека. Там 10-15 их на протяжении жизни. Каждый человек, попадая в них, они у всех сугубо индивидуальные. Ну что-то с ним происходит. Люди называют это как черная-белая полоса. А вот все, что между ними, ты можешь делать как хочешь. Ну какие-то кармические точки. Ты художник своей вселенной. А раньше вот такой вопрос у тебя, мальчики, у меня. Знакомитесь с девушкой. И вы же сразу, ну там, потрогая ее за руку, считываете, понимаете. Как вообще построить отношения, имея такой дар? Это реально? Реально. Очень даже. Свой опыт хочешь скажу? Да. У меня все девушки попадались со способностями. И тут, как ни крути, знаешь, просто так не подойдешь. Да, у вас же там история. А у тебя? А что у меня? Получается выстроить отношения? Получается. Прекрасно получается. Но просто иногда закрываешь на что-то глаза. Вот у меня был опыт отношений, когда я знал изначально, что они не переведут ни к чему большему. Но все равно... Растворялись. Растворялся, да. Но а не жалко девушку? То есть это, получается, ее биологическое самое лучшее время тратить? Возраст 25 лет. Он даже мне говорил, я знаю, что скоро это все закончится. Но хочу продлить. Хотелось изменить это. Хотелось это поменять. Но потом появляются розовые очки. И ты забываешь об очень важной вещи. Прислушиваться к себе всегда. Сапожник без сапог. Ну да. Сами на свои же грабли. То есть всегда при знакомстве вы понимаете, насколько это по времени. Вот эта барышня в моей жизни на три года. А это на все. Да нет такого. Нет, зачем? Это не работает как постоянный сканер. Захочешь посмотреть, посмотришь. А, не работает так. Девушка-то привлекает загадкой своей. Вот я буду сидеть ее сканировать каждые две минуты. Ну, в чем тогда интерес. В чем тогда интерес, да. Интерес пропадает. Ну, нежели не срабатывает сразу прочитать, исследовать? Нет, если есть какая-то там, да, опасность в этих отношениях или что-то может пойти серьезно не туда, тогда да, ты можешь как бы так, стоп. Класс. Спасибо. Вы реально бы прочитали? Кого? Друг друга вот так легко. Друг друга в смысле? Если я чувствую, что от человека вот от него идет, у меня возникают какие-то внутренние... Ну, ты скажешь, что ты прочитал девушку? О том, о чем она не узнает, ей не повредит. Ну, это не любовь, слушайте. Любовь может раздаться. А ты бы так сделала? Ну, это молодой человек, 25 лет, правильно? Ты тоже молодая, прекрасная, ты бы так сделала? Если бы у меня был дар считывать. Да. А то, что я смотрю на картах Тара, парни, просто через 5 минут после знакомства, это считается, что я так делаю? Считается. Значит, я так делаю? Вы тельцы, вы оба рогатые, походу. Да, знаешь, когда ты, типа, я сейчас парня в лифте видела, можно на раскладик, пожалуйста? Все понятно. Да нет, на самом деле нет. Вы знаете, что когда у меня вот были прошлые такие длительные отношения, я, кстати, с подругой, мы прямо договорились, что мы не будем его смотреть. Но так интереснее. Да, ну, конечно, конечно, так интереснее, потому что ты все знаешь, как будет уже и зачем это все. И, может быть, еще проблема в том, что где-то ты начинаешь свое будущее формировать под то, что тебе сказали. Это другая сторона. Это самое страшное. Это самое страшное, да. Довольно спокойный у нас сейчас идет диалог. Такая любовный треугольник существует себе очень даже хорошо, но так бывает не всегда. Вопрос в эту тему, пожалуйста. Александр и Олег, у вас конкуренция между собой с детства или только с битвой экстрасенсов? Все началось тогда, когда я его уронил первый раз головкой вниз. Вот на самом деле я сейчас отвечу на этот вопрос. Давайте, Олег. Вот показатель того, что он сейчас говорит. Вот у него, возможно, была конкуренция, какая-то ревность, поскольку я младший в семье. Это, значит, самый любимый. Все внимание было мне. Возможно, вот у него что-то было. Но он для меня с детства был пример, эталон вообще. Я на него всегда смотрел с открытым ртом. Мне всегда хотелось быть с ним рядом, когда к нему приходят друзья, он куда-то уходит. Я всегда, помнишь, как однажды со слезами на глазах я просил отпустить меня с ним, с его друзьями. Они ехали куда-то в клуб. И он, несмотря на то, что родители запретили, отец строго запретил вообще ехать с ними, он меня все равно взял. И это было вообще просто для меня восторг. То есть он был примером. У вас пять детей в семье. Он был раньше самым младшим. А-а-а. А потом... У нас астральный цикл полностью мы соблюдаем. И заметь, из всех детей только мы два медиума. Да, кстати. Да. Вот поэтому между нами есть вот эта ментальная связь, что мы приперлись одинаково. Да, кстати, мы не сговаривались. По цветам. Да, правда. Тогда почему вы ругаетесь? Это шоу? Почему здесь шоу? Мы ругаемся где? Цапаетесь. На проекте, что ли? Да, на проекте. Так мы особо не цапались там, только вот в последнем испытании, потому что у нас разошлись взгляды. Это было немножко другое. То есть, когда мы работали, это абсолютно другое. Это рабочий момент. Да, это нечто... То есть, в жизни вы не грызетесь? Это никак не влияет на личное отношение. В жизни мы грыземся еще хуже. По другим причинам. По каким? По другим. Ну, например, из-за девушек ругаетесь? Нет. У нас разные вкусы. Расскажите. Слава богу, у нас разные вкусы. Я вам как не покажу какую-нибудь девочку, он смотрит. Ну, ладно. А какие вообще вам нравятся девушки? Кому? Ему и у людей? Ну, вот вам. Вот тебе, Олег. Я вообще люблю блондинок, но сейчас на тебя смотрю, передумал. Поборемся. Нет, на самом деле, это все второстепенно. Там цвет волос, цвет глаз. Главное, чтобы человек был искренний, открытый и честный самим собой. И что цепляет, это внутренний огонь. Вот эта вот внутренняя женская энергия. Ее всегда чувствуешь. Причем, неважно, человек может выглядеть, допустим, ну, невзрачно, да, там, без косметики, там, какого-нибудь, ну, серенькая такая мышка, например, да, назовем так. Но у нее есть внутренняя энергия, есть любовь к себе, есть гармония разума с сердцем. И это чувствуется, это всегда привлекает. Такая барышня цепанет. Да, цепанет. Вот многие, да, думают, вот что мужчину привлекает в женщине. Первые начинают говорить, там, глаза, грудь, там, попа, что-то еще. Ну, тело, вот эта вот оболочка. А на самом деле, многие даже этого не осознают, всегда цепляет именно вот эта внутренняя энергия, этот внутренний огонь. Ему надо было идти работать с акушером. Почему? Ну, вот идеальный акушер. Ему надо было в комедии. Олег, а ты сейчас в отношениях, скажи? Нет, сейчас я не в отношениях. Милые барышни, пишем в комментариях свой город, какой у вас внутренний огонь и номер телефона. Я не в отношениях, но не значит, что мое сердце свободно. Может, и нет. А может, и да. Ой, и начались вот эти вот контакты. Александр, что по вам? Раньше нравились рыжие. Естественно, ведьмы. Зеленые глаза, рыжий длинный волос. Да, да. На самом деле, я не смотрю на цвет волос девушки. Меня привлекает нечто большее. Я хочу, чтобы мне с ней было интересно, в первую очередь, чтобы она создавала для меня эту интригу. Когда женщину легко считать, женщина становится неинтересна. А вот когда женщина... Вот это вам нравится, чтобы она отвечала раз в 4 часа. Нет, нет. А чтобы она такая со скелетами в шкафу была? На самом деле, надо признать, что мужчины любят сучек. Это факт. Ты знаешь, что я вот недавно увидел? Я не могу понять. Я не буду говорить, чтобы не делать никакой рекламы, на какой магазин, интернет-магазин. Он начал продавать нижнее белье женское с лицом Олега. Мне надо! Я тебе могу даже показать фотографии. А зачем это? Я не знаю, зачем это. Это вообще делают, короче, девчонки, которым там... Я просто хочу понять. Почему не мое лицо? Нет, нет, слава богу, мое не сзади. Дело не в этом. Вот юноша с девушкой. Ну, представляешь, вот у них раздевает ее. И там вот Литвайя. Hello, акушер, здрасте. Это куриный дождь. Ну, я тебе покажу, я хочу прям тебе показать. Да, пожалуйста, я хочу заказать. Ну да, это странно. Слушай, слава богу, нас на туалетной бумаге не делают. Спасибо, подкинула мы идею. Мы ушли в отношения, но вообще начали мы с семьи. Давайте посмотрим на эту тему еще один вопрос. Вы сейчас снимаетесь в битве сильнейших. За кого болеют ваши родители? За меня. Олег. Они болеют за нас. За каждого из нас. За меня. Каждого поддерживают. За меня. Я могу прямо при тебе сейчас маме позвонить, на громкую поставить. Давай. Хочешь? Давай звоним. Мам, скажи, скажи, что я. Просто мама, которая, кстати, осетинка, тоже обладает способностями, да? Да, я вообще сильнее никого не видел. Почему она не участвует? Ей это не нужно. Она не медийный человек. Алло. Саш. Мам. Да. У меня прям один вопрос буквально. Скажи, пожалуйста, вот если бы ты реально болела за нас в битве, вот за меня или Олега? Я тоже тоже, мама. Да, Олег тоже здесь. За кого бы ты болела, мам? Прям вот реально отдать кому-то предпочтение? Да. Ну, кто лучше, ты всегда говоришь. Ну, Саш, ну мне кажется, что ты, конечно. Все, мамуль, спасибо. Ты самая лучшая мама. Люблю тебя. Да. Пока. Пока. Сейчас, если бы позвонил бы я, было бы то же самое. Нет, нет, не было бы то же самое. Нет, гарантирую. Давай теперь папе позвоним. Давайте папе позвоним. Давай позвоним. Я говорю, мама всегда меня называла звездный мальчик. Вот это и сказалось. Олег, а что ты чувствуешь в такие моменты? Да не знаю, что сказать. Как-то это странно. А я чувствую силу в этот момент, ты понимаешь? А тебе не жалко, что Олег? У меня энергия просыпается. У меня прям сразу вот этот вид, какой я вялый. Он сразу взял, снял маску и показал свое настоящее лицо. Алло. Алло. Пап, привет. Удобно? Да. Слушай, вопрос такой. Вот на битве сильнейших, если бы у тебя был выбор, вот ты за кого болеешь? За меня или за Сашу? Мама вот ответила, что за Сашу, что Саша лучший. Да мама, это мама, это я. Поэтому она мама, а я папа. Ну и каков ответ? Что-что? Все, папа, я тебя люблю. Давай, пока. Боже. К божечке. Ну вот, видишь? Я же тебе сказал, папа с мамой не конфликтует. Ну ты знаешь, это же не значит, что мама кого-то больше или кого-то меньше любит. Это просто про какие-то способности. Что? Конечно, значит. Как нет? Почему нет? Позвони, спроси мам, кого ты больше любишь. Хочешь, я спрошу, кого ты больше любишь? Нет, не хочу. Олег, я тоже тебя люблю. Борча, борча. Олег, ты супер, не слушай. Ну просто как старший брат задирается. Ух, Тумаков навешать себе. Самоутверждаться пытается. Переходим к следующему вопросу. Скажите, а вы в своей семье обсуждаете экстрасенсорику или все-таки остается за пределами дома? Еще как обсуждаем. Вот как раз особенно с мамой. Мама сильный, да, имеет дар? Вы сказали, что... Да, сильнее я вообще никого не встречал. Ну, с матушкой я могу побороться. Получается, у мамы с папой еще ты и ребенка, кроме вас. И никто больше не обладает экстрасенсорными вот этими вот возможностями? Медиумизмом нет. Ну, я знаю, что сестра, например, звонит часто маме, рассказывает про какие-то сны. У нее очень много вещих снов, да, постоянно. И вот это все вы обсуждаете? Именно в качестве интереса. Не для того, чтобы научиться. Научиться друг у друга мы вряд ли чему-то сможем. Хотя мама старается делиться знаниями для того, чтобы именно научить передать. И сама же в то же время понимает, что ничему она нас научить не сможет. А что? Чем она таким обладает? Эзотерика. Мы не можем, понимаешь, с тобой одновременно одинаково видеть мертвых. Мы их будем видеть по-разному. Мы их будем слышать по-разному. Мы будем чувствовать с тобой по-разному. Информацию мы будем воспринимать одну и ту же. Почему вызывают, да, вот в битву сильнейших нас зовут три экстрасенса. Зачем нужен вот этот взгляд троих со стороны? Мы заходим в одни и те же условия. Мы каждый из нас. Но каждый из нас со своим оружием. Да. Со своей стороны. И вот это помогает сложить одну общую картину. Мама тоже видит? Конечно. Не страшно жить, зная, что ты можешь в любой момент увидеть? Ну, когда ты в этом с рождения, то не страшно. Вот расскажи. Ты как-то привыкаешь к этому. Ты начал видеть с самого детства? С самого детства. Облики. Как это выглядит? Что именно? Ну, то есть ты играешь в какие-то игрушки. Поворачиваешься в сторону. Да, это может пролететь там просто фигура. Сущность какая-то. Ну, не сущность, душа. Сущность – это другое. Это разные вещи. Сущность и душа. Сущность – это то, что никогда не было человеком. Это чистая энергия. Либо светлая, либо темная. Душа – это вот, что когда-то было человеком. Говоря о душах, а, допустим, в этом помещении могут быть духи? Они могут быть где угодно. Но вы бы почувствовали, если бы здесь это было? Я могу тебе даже больше сказать. Они здесь сейчас присутствуют. Человек никогда не остается один. Никогда. Даже если вы закроетесь в туалете и захотите заняться чем-то непристойным, помните. За вами смотрят. За вами смотрят. Всегда? Всегда. Почему ты так расстроилась? Ну, мне иногда хочется заняться какими-то непристойными вещами. Что теперь фобия будет? Да, блин, никакого расслабления. Когда хочется заняться непристойными вещами, звони мне, я могу помочь. Тогда будет еще больше духов. И мы такие, а, Зай, пускай они отвернутся, ну, пожалуйста. А что, они такие любопытные? Женые они такие? Нет, просто люди. Мы все равно о чем-то занимаемся. Это же тонкие миры, да. Недавно из-за жизни ушел близкий нам человек. Во время отпевания, я не знаю, я верю в такие вещи, я четко видела, как залетела красивая бабочка, сделала большой круг вокруг семьи, вокруг родственников и вылетела обратно из церкви. И недавно мне написала дочка, получается, моя сестра вывертная, что опять прилетала бабочка в дом, а дом находится около церкви, что опять залетала бабочка. Вот это такое может быть? Может. Бабочка – это символ медиумизма. Символ перерождения. Это один из самых сильных оберегов и тотемов, который как раз-таки показывает силу реинкарнации. И когда бабочка появляется на похоронах, это означает, что человек уходит в тонкий мир абсолютно без кармических узлов. Это очень круто. Это очень здорово. Класс. Мы переходим к более житейским вопросам, поэтому смотрим внимательно. Александр, Олег, у меня к вам такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, у меня есть молодой человек, он уже три года не может сделать мне предложение. Вообще это когда-нибудь случится или нет? Вот его фотография. Красивый такой. Хорошенький. Хотелось бы понять, его зовут Михаил. Миш, сделай ей предложение. Миша, жги. Жги, да. Прикольный вопрос, но вот можно ответить на него так. Когда есть у человека в голове возможный вариант неудачи своей, то есть, что сделает или не сделает, есть сомнения. Хочешь, чтобы сделал, значит, нужно рисовать у себя в голове, что он уже сделал ей предложение. Не что он когда-то там в каком-то размытом будущем сделает ей предложение или не сделает. Это сомнения полностью убираем. Подходишь и говоришь, Миша, ты сделал мне предложение. А я со своей стороны замечу такую маленькую деталь. Она постоянно говорила о том, что он мне не делает предложение. В настоящее время. Она говорит об этом настоящем, он и не будет ей делать предложение. Но если бы она говорила, вот этот молодой человек Михаил не делал мне предложение три года, не делал, звучит абсолютно по-другому. А если бы она еще круче сказала, он уже сделал мне предложение, она бы выпустила аффирмацию. На Руси в древности говорили, слово не воробей, вылетит, не поймаешь. И слово на вес золота. Мысль это фундамент. А вот все, что ты озвучил, понеслась. Почему я вам говорю, да, вы никогда не остаетесь одни. Вот все, что вас окружает, это вас слышит. И любая ваша фраза воспринимается как команда к действию. Они даже юмора не понимают. Все, что вы сказали, так и будет. Она говорит, что не делает предложение, ну и не будет он ей делать предложение. Но как вы думаете, сделает ли? В фотографии невозможно отбудить? Если она сейчас нас услышит, да, и поймет, что надо говорить, что он уже давным-давно сделал предложение. Это аффирмация, что я счастливая жена, супруга, мы любим друг друга. Вот это может звучать банально, но это реально работает. Ребят, я свой день часто начинаю с аффирмаций и заканчиваю в медитациях. Я понимаю. Поэтому ты успешная, красивая женщина. Потому что ты сама себя слышишь. Спасибо большое. Я даже больше не про аффирмации и вот все-таки медитации, я, наверное, больше про благодарность. То есть я очень часто, вот вы даже, может быть, слышали, я отсекаю вот эти вот, знаете, моменты, когда я понимаю, что я на своем месте, мне очень нравится. Я часто прям это проговариваю, чтобы показать, что я очень довольна. Я очень счастлива сейчас вот здесь с этими людьми, в этой студии, с вами. Чтобы, мне кажется, вот это работает еще сильнее, чем какие-то, какие-либо просьбы. Ну смотри, тебя же никто этому не учил. Нет. Вот, это говорит о том, что у тебя душа с богатым опытом перевоплощений. Потому что у тебя это идет, ты берешь не из книг каких-то, да, это тебе не кто-то сказал, а ты сама чувствуешь, как надо. Это не задумывайся. Сколько лет в моей душе? Хочешь, давай спросим такое вот у книги как раз. Мне ребята принесли книгу своей мамы, которая тоже является сильной, как это, как это, медиумом, получается? Сильным медиумом? Спирит. Спирит? Угу. Является сильным спиритом. Угу. А вот, и она издает книги, по которым можно нагадать. Это даже не совсем так, я скажу. Она, впадая в транс, начинает писать стихи. Вот что значит, да, я там работаю с ножом, например, когда я слышу мертвых, да, Олег работает по-своему. А она пишет стихи. Я потом их собирал, собирал, собирал и издал несколько книг. И вот эти книги стали... Собрал их я, я каждый стих печатал вручную, мама диктовала мне. Вот мама сейчас услышит. Мам, не зря ты его не любишь. В одной из книг даже я указан как редактор. Вот смотри. Хочешь, я сейчас прям возьму маме, позвоню, скажу, мам, Олег тебе печатал стихи или нет? Давай, давай. Давай, звоните же, Саш. Пусть позвонит, потому что это правда. Это неправда. Давайте, мальчики, не ссоримся, давайте погадаем. А где книга? Дайте нам, пожалуйста, книгу. Их две. Выбирай, какую возьмешь сейчас. Пандемия греха или за порогом безмолвия? Пандемия греха. Хорошо. Вопрос был, сколько лет твоей душе? Да, сколько лет моей душе? Кто-нибудь из студии... Ань, можете нам сказать цифру от восьми до двухста, любую? 165. 165. Открывай 165, читай, сколько лет твоей душе. Рождение. Эта книга никогда не ошибается? Еще не куплены одежды, еще незрелый разум спит. Жизнь начинается, как прежде, качает колыбель магнит. Вселенная врата открыла, Господь на путь благословил. Прекрасный ангел белокрылый, крылом своим дитя прикрыл. Стрелою время пролетает, глаза открыты чудесам. Никто судьбы своей не знает и тех дорог, что выбрал сам. А время, ты видишь там как раз, что время много? Я могу тебе сказать, что воплощалось-то уже 10 раз точно. Это круто. Скоро финал? Это круто. А что ждет мою душу дальше? Это уже ты нам скажешь. Души всегда стремятся... Почему? Зачем нужна реинкарнация? Это очищение души, развитие души. Она стремится выйти на новый уровень. Слиться с этим всеобщим вселенским разумом. Ты ощущаешь себя капелькой, которая вливается в океан. И не ощущает, что океан отдельный. А после этого она ощущает себя океаном. И вот когда ты переходишь на ту сторону, вот ты ощущаешь на какое-то мгновение... Это я тебе говорю через свое субъективное мнение, да, вот как свои ощущения. Доля секунды. Ты маленькая капелька, которая вливается в огромный океан. И он не имеет границ. Все. Так интересно. Вот это и есть нирвана. Слышала же? Да, да, конечно. Нирвана это как раз то состояние души, когда ей больше не нужно возвращаться. То есть мне теперь не страшно погибать. Но ты очень четко открыла это. Можно еще один вопрос, пожалуйста? Вопрос. Просто обратите внимание, как книга по-разному сейчас ответит на то, что ты сейчас спросишь. Неважно, ты можешь брать любую. Да, я хочу спросить про замужество. Конкретнее задай вопрос. Как это сформулировать? Будет ли у меня любовь всей моей жизни одна до гроба? Не будет? Стоп. Не говори. Не говори. Ну блин, ну да я поправлю. Не говори, не надо, не надо. Пусть она спросит. Саша, пускай поправит. Нет, ты уже не поправилась. Она уже не поправила. Помнишь, ты говорила в начале? Вот когда вопрос девочка задала. Будет или не будет? Будет. Когда будет любовь всей моей жизни. Одно раз, наверное, всю жизнь. Такое вообще бывает. Хотелось бы. Когда будет моя большая искренняя любовь? Окей. Запомнила вопрос? А теперь открывай страницу. Возьмем цифру. Кто-нибудь скажите нам цифру. Любую. 32. Прости. А я сейчас скажу, почему. Прости за то, что прощать не умею, Что жалость свою в пути растеряла. Признаться в ошибках порой не змею. Прости, что любовь от меня убежала. Душа заскучала и хочет простора. Пусть судит потом небесное око. Прости за упрямство и глупые ссоры, За то, что мне стало с тобой одиноко. Знаешь, почему. А потому что Ида задала вопрос, когда я выйду замуж. А книга могла ответить, никогда. Ты должна была спросить, что мне нужно сделать, чтобы ко мне пришел мой любимый. И как можно скорее. Вопрос звучит абсолютно по-другому. Книга не может тебе ответить. Но я пока не так сильно радуюсь. Просто хотелось бы влюбиться. Ну вот ты осозна... Что значит, хотелось бы влюбиться? Ну правда. Ты еще не влюбилась? Я здесь сижу, стараюсь. Теку. Но на будущее просто запоминай. Когда ты задаешь вопрос, касается тебя, касаемый себя, Задавай его грамотно. Так, чтобы вселенная могла быть с тобой в резонансе. Никогда у меня будет. Да никогда не будет. Что мне нужно сделать, чтобы было? Как получить, чтобы это было быстро? Спрашиваешь относительно другого? Пожалуйста, заради бога. То, что тебе сейчас сказали, прости, Это сказали относительно этого вопроса. Потому что он был задан неправильно. Некорректно. Не для твоей души. Не твой уровень. Хорошо. Супер. Спасибо большое. И еще один житейский вопросик. Олег и Александр. Можно сделать, допустим, амулет от похмелья? Это экстрасенсы? И мне надо. Если будете, то мне тоже возьмите. Хорошо. У вас же есть мастерская, где продаются всякие амулеты. Защитные, незащитные. Что-то можно сделать от похмелья? Зелье можно приготовить. Дайте, пожалуйста, подарочек для Иды. Оп. Собственно, магазин «Шефс». Секундочку. Итак. Какой он милый, посмотрите. У него третий глаз. Да, это проводник безмятежности. Он как раз таки человека вводит в состояние равновесия. Все остальное ты прочитаешь там, ты увидишь. Сакральности некоторые. Спасибо, мальчик. И если он будет стоять у тебя в спальне, мы сможем за тобой наблюдать через ту камеру. Это шутка. А я поставлю. Это вообще хорошая идея. Я так сейчас дошла. Я поставлю. Слушайте, а как мы его назовем? Нет. Вот это ты должна выбирать только сама. И никто никогда не должен знать имя твоего оберега. А, хорошо. А я сама могу забыть. Ну ладно, я запишу. Ты вслух его нареки именно в первое полнолуние. А потом уже... Спасибо большое. Вообще реально запрограммировать человека, а не пить. Только если человек сам хочет. А если, допустим, не есть. Есть как... Вот к вам обращались девушки, которые такие... Хочу кодировку. Ну или как-то условно. Было, было. У меня было такое. Я старался прям мозги вправить девушке, потому что она ко мне уже пришла на костылях практически. Из-за чего? Из-за своей анорексии. И вы помогли? Ну, постарался сделать все возможное. Олег в одной из последних, как раз крайних серий сезона, сказал классную фразу. В магии отсутствует логика. Забудьте о логике там, где есть магия. Все. И еще один вопрос от наших зрителей. А правда ли, что животные домашние видят какие-то потусторонние силы? Вот эти кошаки зависают, собаки лают в этот угол. Скажите, что это просто так они говорят? Нет, это не просто так. У животных вообще все чувства обострены. В том числе и шестое, которое у них есть. Кошки вообще живут в двух мирах одновременно. Кошки, вороны, совы. Но самое интересное, что животные мы много раз показывали и на битве. Как раз что происходит с животными в тот момент, когда мы начинаем входить в трансовое состояние. Они всегда реагируют. Всегда. Всегда, абсолютно любое животное. А когда мы начинаем какой-то поиск, вот занимаемся поиском, животные обычно стекаются в это место. У меня как-то раз было с Джулией Ванг так интересно очень, когда поползли все и змеи. А что, они видят фантомов? То есть они вот это просто... Они чувствуют энергию. Я не могу вам это объяснить. У нас, еще раз говорю, ощущения у каждого свои. И вот эта энергия, это круче, чем оргазм. Она начинает манить тебя. Это какой-то некий как запах. Ты его слышишь и идешь на него. Идешь, 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 пока не дойдешь до цели. Тебе надо дойти. Так и животное. Животное реагирует, животное видит тонкие миры. Блин, то есть они каждый раз когда гавкают на кухне, на кого-то гавкают? Ну, судя по всему, да. Так же, как и люди. Кто тебе самый близкий человек? Мама. А если мы скажем тебе, что это мы, ты нам поверишь? Сейчас да. Вот и запомни, есть фраза, кто тебе самый родной человек, а есть, кто самый близкий. И вот когда тебе говорят самый близкий, всегда называй того, кто находится рядом с тобой. Твоя жизнь сейчас зависит от нас. Если с тобой что-то случится, поможем мы. И наоборот. Если бы люди всегда понимали, что рядом с ними всегда самый близкий человек, то не было бы никаких ни ссор, ни конфликтов, ни проблем. Люди жили бы полностью одухотворяясь друг другом. Человек идет с ножом за спиной, и у него рука к ним не имеет. Вот и все. Спасибо вам огромное. Я считаю, что это потрясающий финал. Вопросиков у меня, конечно, еще миллион. Но хронометража не хватит. Поэтому что, сейчас вы можете спросить все, что угодно у меня. А я постараюсь, естественно, ответить. Тем более у меня не будет выбора, потому что вы это почувствуете. Вот скоро у нас новый сезон. За кого ты будешь голосовать? Кому будешь ставить десятки? Я не буду голосовать. Прекрасно. Ну а в гости к нам придешь? Да. Мастерскую. Да. Конечно, побегу. Правда, я очарована, околдована буквально, кстати. Ты потрясающая ведущая. Мы хотим тебе тоже от себя сказать. Я слышу мысли Олега, он мне уже... Я вообще взгляд много оторвать. Это были потрясающие, удивительные, невероятно харизматичные Александр и Олег Шепс. И к ним больше нет лапротиков. Так, ну что, это было супер. Спасибо. Спасибо большое. Потрясающе. Ура! Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok